приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поделимся самой актуальной информацией на 5 февраля 2022 года уделим внимание народному празднику народным приметам на этот день также поговорим о том что нельзя ни в коем случае делать в этот день также как всегда удели внимание лунному календарю и проведем одну простую практику со стаканом воды поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца будет много полезной важной и интересной информации и так начнем с народного календаря на 5 февраля и так 5 февраля отмечается народный праздник агафьи полухлебник а вот православная церковь отмечает память священномученика климента и агафангела за свою веру эти два мужественных человека один из которых был священником тяжело страдали претерпели множество пыток от язычников но не отреклись от истины которую несли людям за что в конце концов и поплатились жизнью другие названия праздника этого дня агафий агафоник день агафия или павлин милостивый простонародье это день отмечали как агафия полухлебника так этот день прозвали за то что именно 5 февраля смотрят сколько осталось до следующего урожая запасенных зерновых и по народным приметам должна быть ровно половина тогда считается что голод не страшен всеми которых не было достатка шли 5 февраля в церковь и просили перед иконами чтобы всевышний услышал их и дал им еды чтобы не умереть с голоду а также молились в этот день обязательно о здравии агафий полухлебник считался днем домашних забот день как правило этот проходил хлопоток федерания было большое количество праздников и конечно же накопилось много работы впереди была весна пассивные а потому следовало позаботиться обо всем заранее хозяйки наводили порядок в доме мыли полы стены потолок оконные рамы даже в народе говорили что агафоник закромах спины не разгибает здоровому зерну счет ведет также нужно было проверить и пассивное зерно принести в порядок погреба сараи и другие подсобные постройки а также подлатать стены и двери конечно же принято в этот день было чтобы женщины наводили порядок и конечно же мужчины занимались починкой сараёв хлеба а также чистили свинарники и коровники и во время проверки хозяева часто находили прелые и подпорченные грызунами зерна их не выбрасывали а клали в отдельную кучу и жгли зал усыпали рядом с амбаром по народным поверьем считалось что таким образом она защитит от мышей и от другой порчи оставшиеся запасы если этого не сделать то остаток зимы семья проведет в голоде традиционно 5 февраля кормили убогих и нищих а также обездоленных и сирот верили что откажут просящему на то на того семь горестей нападет девушки на выданье в этот день вышивали полотенца особенным узором виде распускающегося цветка была такая народная примета что если за день девица успевала это сделать то большая вероятность что в этом году она выйдет замуж но обычно получалось это не у всех так как цветок должен был разместиться на всю длину рушника и вышить при этом надо было очень аккуратно этим полотенцем девушка утиралась каждое утро про приговаривая следующие слова милый приди меня утре очень скоро считал что в ее жизни появится парень 5 февраля не ходили в гости к соседям поскольку было поверье что можно с ними рассориться так что потом тяжело помириться будет поэтому и не провоцировали на конфликты и именинны 5 февраля празднуют авдотья агата адилаида геннадий евдокия всей екатерина клим исидор макар серафим федор и фелиция поздравляем с именинными родившимися 5 февраля этот труженики поэтому вы их доме всегда закрома полный и комфорт с уютом царят считается что люди рожденные в этот день проживут долгую жизнь но зачастую отличается слабым здоровьем качестве талисмана носить им следует сапфир или корунт конечно в этот день были и приметы которые на именно запрещающие приметы которые старались наши предки придерживаться и самое наверное главное запрещающая примета этого дня являлась то что нельзя было отказывать в просьбах потому что бытовало даже такое поверье у наших предков что 5 февраля по земле ходят вслед за ангелами святые которые приняли облик странников которых нужно обязательно встретить хлебом солью встретить хлебом солью и усадить за стол благодарность они одаривают приветливого и щедрого хозяина счастьем удачей радостью и крепким здоровьем поэтому и сложилась такая примета что отказав 5 февраля кому-либо в просьбе можно счастья своего лишиться нельзя и 5 февраля лениться этот день обязательно надо провести в работе приложив максимальные усилия для реализации задуманного считается что только тому кто работает не покладая рук рассчитывая на собственные возможности святой агафьи принесет достаток здоровья и удачу лентяй же получит по заслугам будет жить перебиваясь хлеба на воду нельзя сегодня было и танцевать иначе считала что агафьи разозлится и навлечет на танцора всякие неприятности сегодня даже не стоит посещать танцевальные кружки не говоря уже о походах на вечеринки в ночные клубы также нельзя 5 февраля найденные деньги забирать себе они могут принят принадлежать святым которые несут их бедным и нищим и как только святые заметят пропажу они за ней тут же и вернуться они найдя потеряно могут разгневаться и наказать взявшего чужое и тогда придется ему целый год жить в долгах занимая то у одного и отдавая другому человеку сегодня обязательно наши предки пекли пирог с куриной начинкой который нужно было разделить между всеми членами семьи и тогда считала что в доме поселиться и счастье и достаток сегодня ни в коем случае 5 февраля нельзя было и жадничать и отказывать в помощи тем кто просит о любой помощи считается что чем более щедрым и отзывчивым будет человек 5 февраля тем больше удачи и достатка будет у него в текущем году а вот беременным сегодня нельзя стоять на пороге в противном случае ребенок может родиться плаксивым и болезненным также 5 февраля не стоит лениться и выполнять свою работу лишь бы наши предки верили что тогда на бездельника обрушиться обрушатся неотложные дела печального характера также 5 февраля не старайтесь выяснять отношения и назначать важные переговоры 5 февраля концессу прийти вам не удастся несмотря на все усилия сторон и сегодня 5 февраля вы можете прочитать особенную практику которая поможет вам получить быстрые деньги для этого в любое время 5 февраля вам нужно набрать стакан водички если у вас дома есть святая вода капните пару капель святой воды и далее скажите следующие слова вода святая а я раба твоя называйте имя господи богата помоги в нужде аминь сказали один раз слова на стакан с водичкой после этого с радостью и с благодарностью выпили ну а далее друзья у нас с вами лунный календарь на 5 февраля 2022 года по лунному календарю нас сегодня с вами ждет пятый и шестой лунный день растущая луна знаки зодиака овен сегодня достаточно активный день один даже из судьбоносных дней этого лунного месяца он хорош для осуществления всех ваших планов в том случае если вы решительно настроены на успех сегодня этот день подход для кардинальных изменений во многих сферах но не за счет поиска новых возможностей а за счет улучшения и укрепления уже имеющихся новое хорошо в том случае если вы хорошо продумали все аспекты нововведения и твердо уверены в том что именно они принесут вам благополучие это будет гармоничный день во всех смыслах этого слова который примеряет разум и тело когда духовное развитие активно поддерживается физическим так что в этот день 5 февраля можно достигнуть хороших показателей занимаясь своим телесным и духовным здоровьем сегодня нужно тщательно проанализировать все свои жизненные позиции что-то пересмотреть от чего-то нужно отказаться а возможно и сменить направление мысли если это конечно необходимо вам помнить если правильно настроить себя в этот день на волну добра любви все прощения то выбранное направление очень скоро самым наилучшим образом скажется на вашей жизни и порадует вас в этот день обостряется чувствительность когда интуиция может подсказать правильное решение особенно если это касается выбора вашего окружения или продуктов для постоянного меню прислушивайтесь в этот день к своему внутреннему я чтобы избежать досадных ошибок споре с доводами разума в этот день помните побеждает интуиция сегодняшний день 5 февраля хорош для дороги но не совершайте сегодня недобрых поступков даже если вам тяжело не переносите тяжесть на окружающих примите происходящее как данность со временем вы увидите что все бы что ни случилось все будет к лучшему вы можете провести этот день на природе также сегодня хорошо и мечтать а лучше всего соединить приятное с полезным провести день на природе в мечтаниях и раздумьях в любом случае проведите день спокойной доброжелательной атмосфере создайте подходящую атмосферу сами далее друзьям поговорим о стрижка и стрижка в этот день наградит вас творческой энергией и даже настроит на лучшее этот день считается днем преображения и очищения мы рекомендуем сегодня уделить внимание своей внешности если вы еще не записались к своему парикмахеру сделайте это прямо сейчас стрижка сделанная сегодня окажется именно той которую вы давно хотели и будет идеально гармонировать с вашей фигурой и стилем одежды положительные изменения вашей внешности теперь чаще будут будут отмечаться коллегами и членами семьи освободившиеся от всего лишнего волосы получит большее питание и начнут выглядеть более живыми подравнивание кончиков волос сегодня поможет вам избавиться от секущих кончиков раз и навсегда помните что подстригая волосы вы избавляетесь от всего лишнего что способствует поступлению новой энергии вашу жизнь вас появится уверенность в себе в лучшую сторону изменится и материальное положение не забудьте об оздоровительных процедурах сегодня это может быть особенно полезно окраска волос именно натуральными красителями поможет вам развитие деловых связей поэтому волосы лучше всего взбить высокую пышную прическу это привлечет ли к вам природную энергию обращаем ваше внимание что сегодня это может быть роковой день для преступников любая задумываемая преступная акция будет раскрыта и повлечет за собой соответствующее наказание вот такой друзья у нас с вами народный календарь и лунный календарь на 5 февраля 2022 года